МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! В эфире национального телевидения Чуваша информационная программа Республика. С главными событиями пятницы вас познакомят наши корреспонденты. Я, Ольга Панова. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Больные места республиканской медицины сегодня искал Михаил Игнатьев. Подробности в нашем выпуске. Добрая традиция. В республике финишировал благотворительный марафон именем детства во имя детства. Легкоатлетическая столица страны. В Чебоксарах стартует чемпионат России. Не так давно прийти в больницу с самого утра вовсе не означало быть первым в очереди к врачу. Сегодня в первые часы работы поликлиник коридоры относительно свободны. Но вопросов к качеству предоставления медицинских услуг остается немало. Временно исполняющий обязанности главы Чуваша Михаил Игнатьев лично проинспектировал медучреждение столицы республики. Поликлиника больницы скорой медицинской помощи обслуживает взрослое население северо-западного района. Она рассчитана примерно на 860 посещений в смену. Справиться с таким потоком бывает непросто. Много жалоб у горожан возникает из-за невозможности своевременно записаться на прием. Если мы будем говорить в целом по городу Чебоксара, то на сегодняшний день в абсолютном выражении от штатной численности не хватает порядка 100 врачей. Это и узкие специалисты, это и врачи общей практики, и врачи участкового звена. Да, некоторые врачи совмещают, причем совмещают по доброй воле, то есть работают на полторы ставки. И, может быть, вот эта нехватка, она и сказывается на невозможности записаться сразу. Сегодня у каждого пациента есть возможность попасть на прием к врачу разными способами. Посредством электронной очереди, через прямой звонок в регистратуру или в порядке живой очереди. Кроме того, в поликлиниках появятся свои колл-центры. В ГКБ уже пользуются этим сервисом, а в городской детской больнице номер один он заработает в ближайшее время. Вместо трех номеров у нас уже будет один номер. Договора заключили, выделили нам номер 260404. То есть мама с любого места, с любой территории может позвонить и будет переключаться и записываться. Детские медучреждения Чуваши отмечены наивысшим индексом благополучия. Городская детская больница номер один стала второй в рейтинге лучших детских поликлиник России. Всего в рейтинг вошли 1283 больницы из 80 регионов нашей страны. Михаил Игнатьев отметил, что высокая оценка федеральных коллег должна в первую очередь стать стимулом для дальнейшего совершенствования. Миллиарды рублей вложено. Можно вложить еще миллиарды рублей. Но эти миллиарды без вас результата окончательного не дадут. То есть вылучение, формирование мнения. А мнение формируется от нашей качественной работы. Каждый пациент нуждается не только в достойном качестве медицинских услуг, но и в чутком доброжелательном подходе специалистов. В этом направлении предстоит большая работа. В то же время мы не должны забывать, что ответственность за наше здоровье лежит на нас самих. Анастасия Алексеева, Алена Алтухова, Андрей Шоклев, Республика. Как будем зимовать и какой соберем урожай? Об этом сегодня шла речь на совещании с главами администрации муниципальных районов и городских округов Чувашии. Еще три месяца и придет тепло. Отопление дадут. Так в этом году шутят россияне про июльскую погоду. Впрочем, отопительный сезон – дело серьезное. И чтобы он начался вовремя и без проблем, готовиться к нему начинают, как только заканчивается предыдущий. На данный момент в Чувашии к приходу холодов готовы более половины объектов – котельных, водопроводных, тепловых и электрических сетей. В прошлом году этот показатель составлял всего лишь 47%. Хотя ситуация у нас, так скажем, благословная, тем не менее, хотелось бы отметить тему муниципального образования, где сегодня наиболее слабо проводятся работы по подготовке к зиме. То, что касается подготовки котельного оборудования, на сегодняшний день у нас с отставанием от графиков идут работы в Алатырском, Аликовском, Канажском, Козловском, Чебоксарском, Шумушинском районах, городе Канаж, городе Новочебоксарск, городе Шумерли и городе Чебоксары. Министр отметил, некоторые районы отстают в подготовке тепловых сетей и замене ветхих труб. Особенно хромает уже по традиции Шумерля. Там в связи с тем, что общество ограничено ответственность строительств сегодня отказался от теплоснажения населения, решается вопрос и уже в пятницу выставляется котельная на аукцион. Мы в этом вопросе, Михаил Васильевич, поработали. Есть определенные мероприятия, то есть на аукцион выставляется котельная, планируется выкупиться ГУП Чубашгазом для того, чтобы дальше уже качественно проводить и обслуживание котельной, и оказывать услуги населению. Кроме того, до сих пор не решен вопрос с арендой котельной администрации города Канаж, у промтрактора вагонзавода, который обслуживает треть населения. Что касается котельной, брать ее в аренду не целесообразно, потому что 20 миллионов – это только аренда, плюс износ, который практически 90%. Мы, Михаил Васильевич, мы строим, уже сформировали два земельных участка, мы строим облоченно-модульные котельные. Нам нужен год. Год нам промтрактор вагон обещает. Так или иначе, времени на то, чтобы исправить недочеты, немного, а все подготовительные работы должны быть закончены к 15 сентября. К этому времени завершат и уборочные работы. Только зерновые в республике в этом году должны убрать с 290,5 тысяч гектаров. На сегодняшний день на площади 42,5 тысяч гектаров уже скошено. Это составляет 15% от ожидаемой уборочной площади. Ну, здесь, как я уже сказал, где-то на 3% выше, чем средний по привозку федеральному округу. Наибольшее урожайно-зерновых и зернобавовых культур – это у нас Красно-Альбейский район, 26 центеров, Маргаушский, Вурнавский – 25 центеров. С 21 гектара убран картофель, с 14 гектаров – овощи. Временно исполняющий обязанности главы Чувашии поручил главы муниципалитетов поторопиться с уборкой урожая. Погода может испортиться в любой момент. Ольга Пырычкина, Регина Кубайкина, Александр Петров, Республика. В Республике подвели итоги благотворительного марафона именем «Детство во имя детства». Церемония закрытия состоялась в Комсомольском районе. В ней принял участие и временно исполняющий обязанности главы Чувашии Михаил Игнатьев. 7 миллионов 130 тысяч. Именно такая сумма была собрана участниками марафона за полгода. Организаторы подчеркивают, никто не стремился побивать рекорды прошлых лет. Главная цель благотворительной акции – призвать жителей Республики совершать добрые дела. Тут не надо решения государства, тут народ сам решает помогать людям. И поэтому доброта всегда, она остается. То, что мы делаем взрослые сегодня, она остается в сердцах наших детей. Они будут добрыми, они будут заботиться о следующих поколениях. На средства, собранные участниками марафона, будут закуплены медицинские препараты для детей-инвалидов. Новая мебель и игрушки для специализированных школ. Каждый год организаторы благотворительной акции поддерживают талантливых ребят и творческие коллективы. Им вручают специальные стипендии. Адресатами добра станут тысячи юных жителей Республики. В основном это пойдет и малым ущем детям, и по болезням, стипендиатам нашим. Есть у нас талантливые шахматисты, и физкультурники, и математики, и химики. Кроме того, как мы раньше договаривались, городские и районные власти с предложением депутатского корпуса будут предлагать, куда направить непосредственно на территорию муниципального района, где собраны средства. Они лучше знают, куда направлять, они лучше знают проблемы детства. Итоги благотворительной акции не случайно подводят именно в Комсомольском. Жители этого муниципалитета внесли в общую копилку самую большую сумму. Активным участникам марафона вручали подсчетные грамоты и ценные призы. Героями этого дня стали коллективы предприятий и самые обычные семьи. Количество рыцарей детства в регионе растет с каждым годом. 19-й по счету благотворительный марафон поддержали более полутора тысяч человек. У нас не какие-то одни организации вкладывают, а вкладываются люди. Количество участников намного больше ежегодно. То есть, одним словом, методом Неме собирается каждая рубль, каждая тысяча рублей. И с этой точки зрения я дальнейшую перспективу развития данного фонда вижу, потому что люди, все мы хотим, чтобы наши дети жили и получали свое счастье. Вслед за самым активным муниципалитетом в оргкомитете марафона планируют нагородить и предприятия, внесшие в копилку самые большие суммы. Митриковалев, Расиль Мухаммедов, Республика. Минфин России опубликовал данные по объему госдолга субъектов Российской Федерации на 1 июля 2015 года. Проведенный Министерством финансов анализ показал, что по сравнению с началом 2015 года долговая нагрузка на бюджет регионов ПФО выросла на 27 миллиардов рублей. Из всех 14 субъектов округа 10 нарастили долг, и лишь 4 региона отличились его снижением. В Чувашии наименьшая сумма долга среди регионов Приволжья – 10,5 миллиардов рублей. И наибольшее снижение – 1,6 миллиарда миллионов. Это лучший показатель в ПФО. Объем государственного долга Чувашской Республики по сравнению с началом 2015 года снижен почти на 14%. Сегодня премьер-министр Иван Моторин подписал распоряжение о назначении на должность генерального директора казенного предприятия «Аэропорт Чубаксары» Олега Игумнова. Сегодня же Иван Моторин ознакомился с ходом строительства микрорайона Кувшинка. Напомним, в мае возникла ситуация, когда несогласные переселиться из незаконно возведенного поселка Шанхай обратились к главе Чувашии. Михаил Игнатьев взял ситуацию под контроль. В июле жителями самовольно возведенных домов было подписано дополнительное соглашение, которое предполагает переселение на иных условиях, чем предлагал застройщик. Ивану Моторину показали, как смотрится строящийся микрорайон с высоты 16 этажа. Сейчас готовится к сдаче первый дом. Уже вставлены пластиковые окна, смонтированы лифты, заканчивается отделка внутренних стен. К первому сентября застройщик обещает сдать дом новоселам. По первой линии сейчас строятся четыре дома. Получено разрешение на возведение еще четырех. Ивану Моторину рассказали, какие технологии применяются при строительстве и как решается вопрос переселения жителей самовольно возведенного поселка Шанхай. В данный момент вообще нет напряженности. То есть та линия, которую вы видите на сегодня, здесь не попадают дома к расселению. А те дома, которые попали к расселению, вопросы застройщикам были решены ранее, до начала этой конфликтной ситуации. Поэтому не нужно политизировать данный вопрос, а необходимо просто работать, делать свое дело. Все соглашения, договора с администрацией города Чебоксары заключены. Там все условия прописаны. Сегодня подрядная организация выполняет это в полном объеме и ведет работу с жителями краев. В благосфере Чувашии новый проект. Общественная экспертиза. Своебразное знакомство с министерствами и ведомствами республики. Цель которого общение с органами власти в новом формате. Две недели назад о здравоохранении и социальной политике рассказывала министр Алла Самойлова. Теперь пришла очередь исполняющей обязанности министра природных ресурсов и экологии Чувашии. Местом встречи выбрали за Волжье. В рамках федерального проекта «Нашим рекам и озерам чистые берега» представители общественности, объединенные в две команды, выражились мусорными мешками и приступили к очистке берегов. Они стараются на благо отдыхающих. Ведь и хорошие воспоминания от отдыха остаются не только от полученных впечатлений, но и от состояния окружающей среды. Необходимо, конечно, было разработать проект освоения лесов, где бы указаны были, где находятся места сбора мусора, где находятся площадки для отдыхающих, где могут быть какие-то временные беседки. Население, то, которое отдыхает, оно должно соблюдать все экологические требования, которые необходимы, да и не только, соответственно, природе, но и даже в городе. Проект общественной экспертизы, по словам организаторов, это возможность наладить прямой диалог с органами власти. Министерство природных ресурсов и экологии решили совместить его с экологическими субботниками. Мы здесь собрались для того, чтобы на месте провести экспертизу работы министерства и министра. Мы в конце нашей работы сегодня поставим оценку по шести критериям. Открытость, компетентность, умение общаться с людьми. Конечно, блогеры просто небезразличные к природе люди не всегда могут убирать с берега малых рек. Регулярно это делают работники лесхозов, порой в учебе в основной работе – обеспечению пожарной безопасности в лесах. Но шаг к чистоте может сделать каждый. Хотелось бы еще призвать к тому, чтобы отнеслись к нашей природе бережно. Природа вернет обратно ваше добро. Александра Федорова, Сергей Рябчиков, Республика. Завтра в Чувашию прибудет патриарх Московский в Сеяруси Кирилл. Ожидается, что святейший примет участие в богослужениях, пообщается со священнослужителями и паствой. Напомним, это не первая встреча патриарха Кирилла с руководством республики. Еще в начале 2011 года с визита в Московской патриархии побывал Михаил Игнатьев. Святейший Владыка благословил Михаила Игнатьева в то время президента Чувашия и пожелал ему успехов. Во-первых, выразить пожелание помощи Божией в этом высоком служении Отечества, ответственное служение. А вера нас призывает к тому, чтобы все, за что мы брались, было во славу Божию и в пользу людей. Речь шла об укреплении многонационального единства в Чувашии, конфессиональной толерантности, взаимодействии с традиционными религиозными общинами. Именно такие задачи ставил и ставит перед собой Михаил Игнатьев. Во время своего визита в Чувашию патриарх Московский в Сеярусе посетит Покровско-Татьянинский собор в Чебоксарах, совершит богослужение в Новочебоксарском соборе святого князя Владимира, возложит цветы к вечному огню. Увидеть это зрители национального телевидения Чувашии смогут в прямом эфире 2 и 3 августа, а также в ближайших выпусках новостей. Кстати, в 1555 году, именно 2 августа в Чебоксаре прибыл казанский архиепископ Гурий, который осветил место будущего Кремля Владимирской иконой Божией Матери. Четырьмя годами позже икона чудесным образом уцелела при пожаре во Введенском соборе и с тех пор считается покровительницей Чебоксар. Полезная информация для автолюбителей. С приездом в Республику Патриарха Кирилла в столицы и Новочебоксарске на время перекроют некоторые улицы. В субботу 1 августа ограничит проезд по улице Мичмана Павлова от пересечения с улицы Эльгера до пересечения с улицы Гузовского, а также по улице Гузовского от Мичмана Павлова до перекрестка с круговым движением по Московскому проспекту с 17 до 20 часов. 2 августа невозможно будет проехать по Московскому проспекту от театра оперы и балета, далее по улице Композиторов Воробьевых и по улице Калинина до Дома Союзов в течение часа, начиная с 14 часов 15 минут. Также в Новочебоксарске перекроют улицу Винокурова от улицы Солнечная до Ельниковского проезда с 8 утра до 2 дня. В воскресенье запрещена стоянка машин вблизи мемориального комплекса «Победа» в Чебоксарах и на улице Зоя Яковлевой с 7 утра до 15 часов. Автомобилистов просят быть внимательными и продумывать свой маршрут заранее. В Чувашском национальном музее появилась очередная находка, относящаяся к доисторическому периоду. Сейчас ее изучают специалисты. Эксперты уже подтвердили, что это рок бизона. Древнюю окаменелость обнаружили во время разгрузки машины в речном порту Новочебоксарска. По всей видимости, она попала сюда вместе с гравием, который привезли из Устья Камы. Строители вызвали на место специалистов в области археологии, которым удалось визуально оценить, что возраст находки превышает 10 тысяч лет. Уже на следующий день рок бизона преподнесли в дар музею. Хранители не исключают, что в ближайшее время подарок строителей займет свое место в одной из экспозиций. Впрочем, подобные находки в республике случаются часто. В фондах музея хранятся даже черепа бизона. Они у нас водились на севере республики. Животные. Эти животные около Волги жили. Это было огромное животное, которое достигало до 2-2,5 тонн. Предполагаем, что этот бизон был достаточно молодой 2-3 года, может чуть больше. Минспорт России составил рейтинг субъектов страны по выполнению госпрограммы развития физической культуры и спорта. Чувашская республика занимает 6 место среди 82 регионов. Индигаторы госпрограммы по итогам 2014 года Чувашской республикой выполнены с положительной динамикой. Данный результат стал возможен благодаря вводу в эксплуатацию новых спортивных комплексов. Большой работе по подготовке спортивного резерва и пропаганде здорового образа жизни, проводимой в Чувашской республике, сообщается в информационном письме Виталия Мутко руководству региона. По итогам федерального статистического наблюдения в Чувашии систематически физкультурой и спортом к концу 2014 года занимались 37,5%, в России 29%. Уровень обеспеченности населения спортивными сооружениями 45%, в целом по России 29%. В спортивных секциях и клубах регулярно занимаются 80% школьников и студентов. Виталий Мутко выразил благодарность Михаилу Игнатьеву за внимательное отношение к вопросам развития физической культуры и спорта, а также выразил надежду на дальнейшее плодотворное сотрудничество в рамках реализации госпрограмм. Только за последние пять лет при софинансировании из республиканского и федерального бюджетов в Чувашии введены в эксплуатацию 24 новых объекта спорта. Проведена масштабная реконструкция пяти крупных спортсооружений. Сейчас строится еще семь объектов. Чебоксары вновь встречают звезд российской легкой атлетики. Стадион Олимпийский принимает национальные старты, причем уже четвертые за последние шесть лет. Кто отличится в этот раз, жители и гости столицы республики смогут увидеть с 3 по 5 августа. Сегодня прошла пресс-конференция, на которой подробно рассказали о подготовке к чемпионату России. Побороться за место на пьедестале приедут спортсмены почти из 50 регионов страны. В их числе чемпионы мира, Европы и даже Олимпийских игр. Цель каждого по итогам соревнований – отобраться в сборную команду России и отправиться защищать честь страны на чемпионате мира, который пройдет с 22 по 30 августа. Будут отобраны все сильнейшие ребята, девушки. Соответственно, будет сформирована команда в конце соревнований. И уже где-то день-два объявлен основной состав сборной команды, которая поедет в Пекин. В Чебоксарах спортсмены разыграют 38 комплектов наград. Причем в прыжках с шестом выступит Анжелика Сидорова, которая представляет Чувашию и Москву. Поддержать ее и других любимых легкоатлетов сможет любой желающий. Вход на соревнования свободный. Причем для зрителей предусмотрена спортивно-массовая программа и розыгрыши призов от партнеров чемпионата. Соревнования будут проходить три дня с утра и до вечера. Подробнее с ходом чемпионата можно ознакомиться на сайте Минспорта Чувашии и на самом стадионе. Екатерина Абрамова, Олег Якимов, Республика. Такой была эта пятница глазами корреспондентов программы Республика. Я Ольга Панова с вами прощаюсь. До встречи в эфире национального телевидения. И удачных вам выходных. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Корректор А.Кулакова